Всем привет! Осталось два дня до Таниного отъезда. Таня забаррикадировалась в машине. Сегодня Таня выступает в роли самостоятельного водителя. Давай покажи, как ты заводишь машину, выезжаешь, паркуешься. Вообще-то она заводится, ты знаешь, сама. Да, если сейчас машина с первого раза не заведется, значит заводится плохо машина. Я ее забила тогда с десятого раза. Таня уже в четверг улетает в Милан, поэтому я остаюсь один. И очень грустно. Водитель, водитель, скажите, как ваши ощущения? Вот что ты сразу заводишь? А как еще? Мастер-классы по заводке в волю. Смотрите, пока Ян заводит, хочу вам рассказать о Милане. Я еду в Милан в четверг. Заметь, я завел машину с третьего раза. Она меня просто не любит. Кто, камера или машина? Все, давай. Пока. Включай эту снег. Татьяна, я первый выезжаю. Нет, я не могу. Давай аккуратно. Вот так вот, ребята, и происходит становление личности водителя. А, пожалуйста. Я забыл тебе двери закрыть. Боже, не отпускайте девушек от них. Короче, сегодня днем мы с Таней обсуждали наше знакомство. И Таня сказала, точнее не сказала, а рассказала очень интересную историю, которую она сейчас вам поведает. Ну, мы познакомились с Яном. Очень классно. Сначала он мне показался очень стрёмным парнем. И я подумала, что он какой-то зэк. Честно. Вот. Фарту мастя уе. Я хотела сразу выйти с машины, и мне показалось, я готова была с ним со всем соглашаться, лишь бы он меня не увез в лес какой-то. Потому что я думала... И не убил, да? Да, и не убил. Потому что мне было очень страшно, и он таким голосом говорил, просто злобным и громким, что я подумала, что это просто... Я хотела провалиться под землю. Вот это вот прям было, как будто ты какой-то зэк, либо ты в какой-то вор в законе, либо наоборот, как будто ты там какой-то... Йоу, босс на районе. Короче, Таня имеет в виду то, что никого никогда не пытаетесь осудить, либо узнать вот при первом же знакомстве. Потому что зачастую первое мнение, оно очень ошибочное. Теперь моя очередь рассказать о том, что я подумал при первой встрече с Таней. Ну, при практически первой встрече. Таня бросила одну очень интересную фразу, которая звучала так. Я спрашиваю Таню, чем ты занимаешься, расскажи о себе. И Таня говорит, я Таня, мне 18, я занимаюсь теннисом. Знаете, это было крайне красноречивое. Таня мне показалась очень образованной. Что ты смеешься после образованной? Очень образованной, очень аккуратной в плане отношений с людьми. Мышка под водой. Чтобы вы узнали, этот танец называется «Мышка под водой». Ставьте хэштег «Мышка под водой», отмечайте свои фотографии и танцы в Инстаграме и в остальных социальных сетях. Таня будет вам лайкать фотки и все, вы будете супер-селебрити. В общем, я сейчас в Милане. Мне очень трудно здесь, я очень скучаю по близким, по Яну. Короче, очень трудно. Сейчас у нас много кастингов. В день у нас 7-6 кастингов. Сегодня у нас был один кастинг. Очень трудно кому-то понравиться, потому что тысячу моделей приходят на этот кастинг, и надо как-то выделить, и это очень трудно. Я переживала стрессы большие, потому что нам хотели... Нам сказали, что за апартаменты нам не дали, и мы два дня уже как просто в отеле. Сначала нас отправили в хостел. Нам там не понравилось ужасно, и мы сказали, что нас отправили в отель. И потом мы сейчас будем два дня жить, хотя нам обещали уже как два дня, что мы будем апартаменты. Всем доброе утро. Уже пошел третий день. По счету, как Таня уехала в Милан. Очень грустно, если честно. Очень грустно, очень скучно, и очень непонятно, что мне одному здесь сделать. Ну, главное, чтобы у Тани все было в порядке там. Сегодня суббота, 7.40 утра. Мы едем на фестиваль Каменица. Это фольк-фестиваль. Будем проводить там белорусские народные игры. Поэтому встретимся там. Фестиваль, о котором мы уже поговорили, будет начинаться сегодня. 16 сентября здесь, в Озерце. Это очень такое грандиозное мероприятие, интересное. Поэтому нужно приобщаться к своей народной культуре. И очень хорошо, что есть люди, которые организуют такие праздники в нашей стране. Это очень круто. Будем вести репортаж небольшой. Витаю, шановные. Мы находимся с вами на фестивале Каменица. Как раз смотрим на главную сцену. Фестиваль проходит в девятый раз уже. Благодаря знакомству с организатором мы участвуем в нем. Позволяет нам реализовать наши идеи. И вот это, прежде всего, наш проект осилок. Где будем презентовать народные игры. Которые, так или иначе, вы знаете с детства. Либо от своих предков, либо от своих отцов. Фестиваль один из мощнейших в рамках фольк-направления, фольк-музыки. Поэтому присоединяйтесь. Ежегодный фестиваль уже традиционный. Все больше и больше приобретает известность. И приглашенные. И не удивишь здесь. И с Украины постоянно гости. И с России гости. Троица постоянный здесь. Хедлайнер. Поэтому, друзья, всем, кому культура белорусов не безразлична. Пожалуйста, подключайтесь. И чего кроме разбрасывания сена здесь нет? Камяница на Гуал приглашает фестивал. Какая-то странная штука. Хотелось бы немножко пожилее. Но что есть, то есть. Здесь большинство людей как фрики. Какая-то движуха у них просто однотипная. Непонятная, мутная. Здесь большая проблема с организацией всего мероприятия. Потому что мы приехали в 9 часов. Сейчас половина четвертого. Здесь стоит, может, 50 человек всего. Это полный отстой. Комментарии здесь излишни. Не, но оно интересно, если бы здесь было много людей. Объективно. О, сейчас стало тихо и можно говорить нормально. Оно было бы круто, если бы было людей побольше и немножко поответственнее. Потому что организация очень плохая. Очень. Да. Само мероприятие прикольно, но организация не очень. Всем привет, я в Милане. Милан — это очень красивый город. Модная столица. Тут всё по-модному, можно так сказать. Люди здесь знают о стиле многое. Не так, как мы, в принципе. Люди здесь свободные. Очень даже. Но и тут есть меньшее... Есть плохая сторона, потому что они мало знают о законе. Они не готовы подчиняться чему-то или кому-то. Так мне здесь очень нравится. Здесь можно путешествовать, но только с друзьями. Потому что, например, как я сейчас, без друзей, без родных, я очень скучаю. И может здесь оставаться, возможно, на две недели. Это максимум. В общем, сегодня прошёл фестиваль, который называется Каменица. Это был фолк-фестиваль, на котором мы должны были представлять площадки с белорусскими народными играми. Но случилась очень неприятная штука. Никто не пришёл. Как бы мы не хотели там и не старались распиарить. Не хотели как-то рассказать через организаторов, через сцену, через артистов. Сами призывали людей. Нет. Но под конец как-то движение пошло. Но, увы, это всё под конец. И время, штука, ограничено. Будем пробовать ещё. Будем стараться пробовать. В двух словах, было интересно, красочно, хорошо. Для повышения любви к стране. Но плохо в плане организации. Я считаю, что такие фестивали очень необходимы. Потому что они повышают осмысление народности у людей. И дают возможность, наверное, как-то полюбить свою страну ещё больше. Проявить своё мировоззрение на ту патриотизм. Это очень хорошо. Продолжение следует...